Доброе слово. Новый латвийский журнал о вечных ценностях для всей семьи. У нас в студии находится Оксана Дементьева, главный редактор, главный вдохновитель этого проекта. Оксана, расскажите, как пришла в голову идея создать этот журнал? Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы очень рады, что имеем возможность приветствовать вас от имени нашего православного журнала Доброе Слово. Рады войти с добрым словом в ваш дом. Это слоган нашего журнала. Надо сказать, что мы созданы по благословению и приличной инициативе его высокопреосвященства, высокопреосвященнейшего митрополита Рижского и все Латвии Александра. Мы, вся команда нашего журнала, очень рады возможности потрудиться во славу Божию и бесконечно благодарны нашему дорогому владыке за то, что эту возможность он нам предоставил. Ну, наверное, несколько слов о создании самого проекта. Изначально Доброе Слово было приходским изданием Лепойского храма в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. Оно было черно-белым, постепенно набирало обороты, расширялось, взрослело, приходили новые авторы, желающие потрудиться для церкви и развить свои литературные художественные таланты. Но вы упомянули, что это журнал, в котором работают в основном волонтеры. То есть можно сказать, что это еще и обучающая платформа для начинающих авторов. Совершенно верно, Марина. И как вы выбираете этих людей? Вот у нас вместе с нами в студии находится Татьяна Хейман, Елена Скуратова. Вот, Татьяна, как вы начали сотрудничество с этим журналом? Несколько лет тому назад на Фейсбуке я увидела анонс мероприятия, встречи главного редактора Доброго Слова Оксаны Дементьевой с читателями, с людьми, которые готовы писать. Я пришла на эту встречу. Оксана предложила сотрудничество. А у вас до этого был какой-то опыт? Писали ли вы, например, во время студенческой жизни или в школе? Или просто для себя вели, например, девичий дневник? Нет, ничего не писала. Но очень хотела. На тот момент я была свежевоцерковленным человеком, и мне очень не хватало подобных журналов, подобных текстов. Именно поэтому я оказалась на этой встрече, и вот благодаря помощи и поддержке Оксаны. А вы помните вашу первую публикацию для журнала Доброе Слово? О чём она была? Первую свою статью я не помню, но одна из первых была посвящена моей паломнической поездке в Елгаву на колокольню, организованная молодёжным отделом по благословению епископа Иоланна. У Елгавской колокольни сложная была судьба, и получился очень интересный материал. В этой поездке я познакомилась с потрясающими людьми, православными. Конечно, огромное спасибо священству, которое нашу поездку окормляло. Огромное всем спасибо. У нас есть ещё в гостях Елена Скуратова, которая пишет не только статьи, но и сказки. Вот как вы пришли работать в журнал Доброе Слово? Я пришла тоже, так же, как и Татьяна, навстречу. Там познакомилась с редактором журнала и со своим учителем. И очень-очень этому рада, потому что до этого я немножко писала, пробовала себя, ну как бы тоже непрофессионально. Всё это оставалось, можно сказать, в стол или как-то какие-то были небольшие публикации, но более профессионально. И вот Оксана увидела во мне то, что я могу писать именно сказки, и вот это нужно делать. Оксана Дементьева, расскажу нашим слушателям, конечно, все знают её по работе в газете «Час». Она отработала там сколько лет, Оксана? Вот первого до последнего дня работы этого издания. Я думаю, что это лет 15. Думаю, что да. Поэтому Оксана Дементьева, она очень опытный журналист, и ей есть что передать своим нынешним коллегам. Оксана, вот немного поподробнее о концепции этого журнала. Вот я вижу на столе несколько номеров, и я так понимаю, что каждый номер тематический. Да, совершенно верно. Каждый номер имеет свою тему. А вот какие темы уже были за эти сколько месяцев или лет работы? Я бы сказала лет, но теперь мы вышли к широкой аудитории. Сейчас этот журнал уже выглядит как солидное издание с очень яркой, красивой обложкой. Это уже не просто листок газетный, а настоящий журнал. Итак, о темах номеров. Мы поднимали такие темы, как милосердие, послушание, богатство, наука, семья, счастье, мужество. Ну вот апрельский номер, подвиг майский, который только предстоит выпустить, будет посвящен теме радости. Это связано с Пасхой. И какие рубрики есть в ваших журналах? Ну, безусловно, журнал имеет достаточно традиционное построение. Он начинается с редакторской статьи. Это рубрика «Тема номера». Следующим мы стараемся рубрику «Ставить вопрос к священнику», дабы священник с православной, с христианской точки зрения осветил ту или иную тему. Обычно у нас бывают рубрики «Гость редакции». Мы приглашаем туда самых разных людей. Давайте перейдем, наверное, к апрельскому номеру, потому что это очень сложная тема, тема подвига. И мне понравилось ваше вступительное слово, слово «редактора», где, конечно, первая ассоциация – это с каким-то подвигом во время войны. А на самом деле главный человеческий подвиг – он в ежедневной жизни. И вот Татьяна Хейман, которая находится сейчас с нами в студии для апрельского номера, на мой взгляд, написала просто блестящую статью о людях, которые каждый день фактически делают подвиг. Пожалуйста, о своих героях, об этой публикации Татьяна чуть подробнее. Это супруги Алексей и Любовь Колины. Они основали центр помощи особенным детям «Вера, надежда, любовь». И они, конечно, вкладывают в это всю душу и все свои силы. Чем они покорили меня? Это тем, что они не просто собирают пожертвования, они ведут ребёнка от дверей до дверей клиники. Они ищут врачей, ищут клиники, везут ребёнка. Они вкладывают в каждого ребёнка душу и силы. Да, это не просто собрал деньги, дал и как бы откупился и забыл о проблеме этой семьи, но при этом чувствуешь себя таким хорошим благотворителем. А это действительно помощь на протяжении очень длительного периода времени. И в вашей статье есть конкретный пример. Это девушка Алина Закревская, которая, насколько я понимаю, в поле зрения семьи Колиных поступила ещё будучи ребёнком, и сейчас это уже у красавицы, у которой очень прогресс в здоровье. Вот расскажите об этом эпизоде. Да, Алина Закревская – это была первая пациентка центра. Её вели в течение 7 лет. И у девочки проблема была с ногой. Одна нога была короче другой на 12 сантиметров. Естественно, она не могла ходить. И благодаря помощи и поддержке Алексея и Любови сейчас разница в ножках девочки составляет всего лишь полсантиметра, и она может вести здоровый образ жизни. Да, и в этой статье, казалось бы, просто перечисление того оборудования, которое семья Колиных, Алексей и Любовь, закупили для своего центра и для хосписа Святой Софии. И за перечнем этого оборудования аппарат для микрополяризации головного мозга или аппарат «Интайм» для слуховой терапии головного мозга. А на самом деле результаты блестящие. Например, после одного из использования этих аппаратов сразу четыре ребёночка заговорили, причём те, которые вообще не могли говорить. Да, результаты действительно потрясающие. Для чего были куплены все эти аппараты? Потому что деток возили в Питер и видели, насколько, какие потрясающие результаты, какие детки оттуда возвращаются. Было решено приобрести их для центра, чтобы не было так дорого, чтобы была доступнее вся эта помощь. Но на самом деле это очень тяжёлая работа. И хоспис Святой Софии, фонд «Вера, Надежда, Любовь», они нуждаются в помощи, они нуждаются не только в материальной поддержке, но они нуждаются в помощи волонтёров, особенно в какие-то праздничные дни. Вот какого рода волонтёрская помощь нужна этому центру? Конечно, для организации мероприятий. Особенные детки, им тоже нужен праздник, они тоже хотят получать радость. Поэтому новогодние мероприятия, ёлочки, конечно, очень нужны. Деда Мороза, Снегурочки, люди, которые могут в организации мероприятий помогать. Они организуют летние лагеря, которые помогают не только деткам восстанавливаться, но дают поддержку родителям, которая им так необходима. В журнале «Доброе слово» отводится место и для детей. Есть в журнале свой детский уголок, который называется «Мир сказки». И у нас в студии находится Елена Скуратова, автор журнала, которая пишет не только статьи, но и сказки. Почему вы занялись, Елена, именно этим жанром? Ну, наверное, сказки я начала писать, скажем так, для своих детей. Они были основными вдохновителями. Я им рассказывала, потом записывала. Ну и потом вот так получилось, что я нашла учителя, который мог редактировать мои сказки, направлять меня. И так сказки пришли в «Доброе слово». Сказка — это язык, такой понятный детям. То есть с его помощью можно воспитывать детей, не надо читать морали, можно рассказать. Проговорить обязательно нужно сказку с ребёнком, насколько он её понял. Понял ли, о чём там всё было сказано, о чём шла речь. И это замечательное время для семьи, когда родители читают сказку вместе с детьми и передают духовно-нравственные ценности. Да, и мне понравилось, что обычно сейчас какие-то фэнтези про колдунов, про волшебников. А у вас обычные зверюшки, но это ситуации, которые сейчас встречаются в нашей жизни. Например, в апрельском номере сказка называется «Подвиг брата». И там речь идёт о том, что два братика, но они сводные, у них разные родители, и поэтому была какая-то нелюбовь одного из них к другому, но через милосердие, через любовь, по любви того даже, кто к тебе, может быть, не очень хорошо относится, они приходят в взаимное уважение, любви и так далее. Я попробую сказать ещё несколько слов о сказках Лены. Это такие оазисы духовности и нравственности, маленькие прекрасные произведения, которые учат наших детей добру, любви, милосердию и всем тем прекрасным и славным качествам, которые необходимы христианам и вообще необходимы в любое время. Нужно добавить ещё, может быть, я открою секрет преждевременно, но тем не менее, за полтора года работы Лена написала уже достаточное количество сказок, и мы готовим к изданию книгу, и очень нуждаемся, очень нуждаемся в издателе. Сколько у вас уже сказок? Сказок больше 50, наверное, это точно. И есть иллюстраторы? Я так понимаю, что в вашем коллективе есть иллюстраторы? Есть иллюстраторы. С нами сотрудничают художники, с нами сотрудничают фотографы. В ближайшей перспективе с нами будут сотрудничать дети, которые занимаются изобразительным искусством, и их обучает профессионал. Так что добро пожаловать всем, кто хочет писать, рисовать, как-либо проявить свои таланты, предложить нам фотографии, предложить нам свои рисунки. Мы готовы, мы открыты к сотрудничеству. У нас есть электронная почта. Журнал «Добро» от gmail.com. Да, совершенно верно. Ну, я полагаю, что туда сейчас просто хлынет поток детских рисунков, которые родители будут вам направлять, чтобы иметь счастье увидеть опубликованным этот рисунок в журнале, в журнале, который пишет про добро. Что вы будете делать с этим? Мы будем радоваться. Мы будем радоваться. Мы будем потихонечку ставить все рисунки. А в журнале в уголке, который называется «Мир сказки», уже есть такие рисунки. Это, в принципе, раскрашки. То есть это специально, чтобы детки тоже смотрели, хотя бы заглядывали в этот журнал, да? Совершенно верно. Это художник Ольга Москоли, Пайчанка. Она иллюстрирует работы Елены Скуратовой. Они действительно прекрасные раскраски, которые детки могут раскрасить своими руками, когда мама читает им сказку. А вот, Елена, вам каждую сказку дают как задание, вот, например, апрельский номер к подвигу, и вы должны сочинить на определенную тему? Да, мне дают тему. То есть я знаю темы наперед. То есть у меня есть время на то, чтобы поймать вдохновение, посмотреть, понаблюдать, может быть, даже за дочкой, за ситуациями, которые происходят в садике, за другими детками. То есть и вот я пишу, как бы пытаюсь соединить тему номера с темой, как бы актуальной в наше время для других детей. Не только для своей дочки, но и для других детей. То есть на какую-то актуальную тему, действительно. Какая сказка будет для майского номера? Майский номер у нас «Радость», и у нас будет в тему «Радости» сказка. Ну, приоткройте секрет. Я, конечно, понимаю, что всю сказку мы всё равно рассказать не можем. О чём будет? Сказка будет о зонтике. Зонтик радости. То есть зонтик, который разноцветный. Когда вот идёт дождь, обычно все такие хмурые ходят, ветер дует, всех вырывает зонты, и люди как-то хотят больше остаться дома или, наоборот, быстрее сесть в машину, в транспорт. А этот зонтик, он как бы показывает нам, что не нужно отчаиваться, нужно радоваться в любой погоде. Да, то есть не укол зонтиком, а, наоборот, зонтик как предмет радости. Ну, а сейчас мы представим ещё одну вашу коллегу. Это Елена Герасимова. Она живёт в Лепое, автор журнала «Доброе слово». Долгие годы она писала для себя в стол. И вот уже, будучи достаточно в зрелом возрасте, решила, наконец, публиковать некоторые свои статьи. И благодаря Оксане она получила такую возможность. Ой, вы так говорите. Благодаря Оксане, конечно, благодаря Господу Богу и благодаря нашему дорогому Владыке Митрополиту, который благословил эту идею. Как и все наши авторы, Елена – настоящая находка для журнала. Лена пишет прекрасные духовно-нравственные рассказы. Мы связались с Еленой по телефону, и вот что она нам рассказала. Первая моя работа была. Оксана Николаевна говорит, ну, напиши, Лена, ну, то, что вот тебе, ну, как бы, вот просится, просится написаться. Я написала, если это получилось эссе. Она сказала, что это такой жанр эссе. О чём была ваша первая эссе для журнала «Доброе слово»? Была такая тема счастья, счастье и вера в Бога. Как это связывает счастье с верой в Бога. Получилось такое эссе. Оно называлось «Царём в голове и в сердце». Вот. И, ну, Оксана сказала, Оксана Николаевна говорит, да, хорошо получилось, давай пиши. Пиши дальше. Но я стала дальше писать статьи, рассказы и, можно сказать, статьи размышления. Ну, например, о том, что общению следует быть милосердным. Ну, потом была такая статья, она называлась «А мне летать охота» – это о том, что послушание, послушание – свобода человека. Как это уживается. Вот. С одной стороны, нужно слушаться. Ну, заповедь такая нам всем дана от Бога, да, послушание. С другой стороны, человеку хочется быть свободным. Ну, вот как это уживается в человеке. По вашему мнению, для чего в наше время нужен такой журнал, как «Доброе слово»? Ну, я думаю, что такой журнал, он очень-очень даже нужен. Ну, особенно, наверное, для тех, кто приходит в храм, для прихожан, вот, потому что всегда люди, когда в храм приходят, они смотрят. Они смотрят, что можно почитать, что там такое интересное есть. Вот, из книг, там, из журналов. Вот я замечаю, что многие сразу же обращают внимание на этот журнал. Вот, сразу начинают его листать, смотреть. Что-то интересное для себя находят. И вот я, ну, тоже знаю, что многим очень нравится. Просто даже многие люди говорят об этом. Все как-то это нестандартно, как-то не совсем, не совсем обычно. Вот. Вот, и если людям это интересно, если люди ждут вот следующего журнала, я вот знаю, что просто даже ждут, говорят, ой, а вот там, когда следующий журнал будет. Ну, значит, людям это надо. Нужны вот эти ценности, о которых пишут в журнале. Насколько я понимаю, ваш проект – это пока журнальная форма. Это журнал печатный. Собираетесь ли вы как-то по возможности, конечно, перейти в другое медийное пространство, например, в интернет, создать свою страницу в Фейсбуке или… Страница в Фейсбуке у нас создана. Как она называется? Доброе слово. Всех приглашаем. Избранные статьи печатаются на сайтах наших друзей. Вы можете в журнале посмотреть адреса и, соответственно, их прочитать. То есть это сайты, видимо, церковных общин, например, Лепы, Ада же… Приходов. Приходов. Да, да, да. И понятно, что всё-таки каждый, кто только начинает своё дело, он хочет на кого-то равняться. Есть какой-то образец, который не хочешь копировать, но такого уровня хотелось бы достичь. Вот, Оксана, я знаю, много православных журналов есть в России. Там Фома, Славянка. А вот вы на кого хотели бы равняться? Безусловно, нам нравится и журнал Фома, и журнал Славянка, и православные сайты, которых очень много, и которые пишут о нужных и важных вещах. Но вот если мы говорим, употребляем такое слово «равняться», ну, наверное, равняться хотелось бы на журнал «Перезвоны». Это литературно-художественный журнал, который выходил в Латвийской Республике до 1940 года. В общей сложности вышло 43 номера, и редактором этого журнала был Сергей Александрович Белоцветов, брат Николая Белоцветова, руководитель акционерного общества «Саламандра», который внес немалый вклад в развитие этого журнала. Надо сказать, что сотрудничали с журналом такие замечательные русские классики, как Иван Бунин, философ Иван Ильин. Идейным руководителем и вдохновителем какое-то определенное время, если не ошибаюсь, до 1927 года, был Борис Константинович Зайцев, известный поэт и литературный критик. Журнал писал рассказы, журнал писал стихи, журнал писал повести, обзоры. Журнал рассказывал о русских художниках, таких как Константин Коровин, Васнецов, Левитан, Верещагин, Суриков и тех художников, которые творили здесь у нас в Латвии, Сергей Виноградов, Богданов Бельский и некоторые другие. Вот если бы мы смогли хотя бы в малой части повторить то, что делали перезвоны и, может быть, даже усовершенствовать, имея в виду, что мы живем уже в 21 веке, а не в 20-м, мы считали бы свою задачу выполненной. Правильно ли я поняла, что вы хотели бы больше уделять вниманию современным художникам, современным писателям, которые творят в Латвии, или больше писать о духовности? Мы пишем и о современных художниках, и деятелях церкви, и простых прихожанах. И, безусловно, обращаем свое внимание на тех, кто творил до нас. Если говорить о концепции журнала, то это журнал, как вы сказали в самом начале, журнал о вечных ценностях для всей семьи. И, конечно, мы стремимся к тому, чтобы люди, которые читали наш журнал, они были бы хотя бы на один маленький шажочек ближе к храму, ближе к церкви, ближе к духовности. Может быть, когда они придут за журналом в храм, а распространяется журнал в храмах Риги, Лепа и Венспилса и других городов, может быть, они обратят свое внимание, что в храме есть еще и что-то другое. Ну вот вы упомянули, что журнал можно найти в приходах, в церквях, но я так понимаю, что они доступны и в ряде библиотек. Да, совершенно верно. Нас можно найти в академической библиотеке Латвийского университета. Гостеприимная Вента Коцера, директор библиотеки, с удовольствием взяла журнал для того, чтобы люди имели возможность почитать его и там. Также мы есть в библиотеке Дагуфпилской Рейзаклинской епархии в епархиальном управлении. Мы благодарим всех священников, которые идут нам навстречу, которые дают интервью журналу с удовольствием, которые рассказывают нам, наставляют. И, безусловно, мы благодарим владыку митрополита, без которого этот проект не состоялся бы. Ну что ж, спасибо вам за ваш волонтерский труд. Это как раз те люди, которые скорее не работают, а служат. Служат людям, несут доброе слово в мир. Спасибо, конечно, митрополиту Рижскому и всея Латвии Александру, который благословил этих людей на это доброе дело. Я почти уверена, что благодаря его молитвам этот проект сейчас и развивается. И мы надеемся, что будет больше людей, которые присоединятся к этому проекту, будут всячески помогать. Майский номер журнала «Доброе слово», конечно, будет посвящен Пасхе. Уже в апрельском номере есть несколько публикаций под названием «В ожидании радости». Праздник приближается. Вот что бы вы хотели сказать нашим слушателям накануне этого светлого праздника, который католики, лютеране, западные христиане будут отмечать уже в эти выходные, а православные старообрядцы – в следующие выходные. Оксана Дементьева. Сейчас часто говорят, настали сложные времена. Мы живём в непростое время. Мне хотелось бы сказать, что времена не выбирают, в них живут и умирают. И состояние души человека, состояние его сердца зависит не от того, в какое время он живёт. По большому счёту, никогда не было для человечества простого времени, если вдуматься. Состояние человека, его души зависит. Вот здесь я хотела бы сделать паузу и поздравить всех с наступающим светлым праздником. Помните о Господе, дорогие мои. Татьяна Хейман. Я бы пожелала всем слушателям в этот светлый праздник пустить добро в своё сердце, в свою семью, в свою жизнь. Елена Скуратова, автор сказок. Я бы хотела пожелать всем, чтобы люди научились радоваться. Ведь это так важно, уметь видеть не только всё плохое, но и хорошее. Заострять внимание на хорошем больше и дарить этот свет людям. Спасибо вам за участие в этой программе.